Ночные волки посетили Свято-Владимирский собор в Херсонесе, чтобы помочь в подготовке и облагораживании территории к празднику Светлого Христового Воскресения и 1025-летию Крещения Руси. 22 августа 2015 года в Верхнем Храме Свято-Владимирского собора состоялась торжественная передача образа святого великомученика Георгия Победоносца. Уникальная икона создана в Москве по заказу фонда Архистратига Божия Михаила. Образ был привезен из Москвы и передан в дар главному храму Севастополя. На территорию национального заповедника Херсонес-Таврический икону доставили мотоциклетным крестным ходом участники международного мотоклуба «Ночные волки». Образ был провезен на открытом пикапе в вертикальном положении во главе колонны байкеров через весь город Севастополь. У стен собора члены мотоклуба приняли икону на руки и внесли в верхний храм, где благочины Севастопольского округа протеерей Сергий Халюта осветил образ. По окончании церемонии лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов дал интервью. Это как бы второй день подшел в нашей программе. Она в этом году была особо носила такой божественный оттенок и уже православный. Там впервые мы подали смыслы, связаны были с 70-летием победы, через Христа. Мы первый раз обожествели победу в прямом смысле этого слова, когда в комбинационной части байк-шоу прозвучала идея о том, что победа – это Христос, а города-герои, у которых всего 12, из которых 12 – это апостол Христа. И как это и было, среди этих 12 апостолов оказался один иуда. Вот такие. И вот эта тема предательства и тема божествления победы присутствовала в нашем комбинационной части байк-шоу, где в роли Богородицы была как бы Москва. И мы сейчас видим вот это вот продолжение следующего дня большого. Это было, безусловно, ферсонес и этой передача иконы Люда Магодоносца Вольмирского собора. Конечно, для нас это вообще год особенный. Он связан еще с событиями 2014 года, с возвращением Севастополя. Россию. Он связан с сегодняшним днем, в том числе, уже сегодня день флага России. И мы видим, как этот флаг смел уберечь и спасти этот самый Севастополь. От демократовского древнем смысла, от разрушения и смерти. И вот эти все смыслы звучали в комбинационной части байк-шоу вчерашнего дня. Она была очень масштабной, очень грандиозной. Мне вообще принимали участие более 500 человек одновременно. Понимаете, это были и ботальные сцены. И то же самое, это когда, как Христос Победа стала вырастать с вежней части яруса эстакады. То есть, огромный крест с великом креста, который распространялся над всем, Многотысячная аудитория и пришедшие на байк-шоу. Это было очень сильно больше, чем с карантарем. Сакральное, даже такое, в этом во всем действии присутствовало. И такая тишина особенная стояла над огромной горой госпорта вчера. Это дух Победы, дух Христа, дух у апостолов, цветал как бы над всей, над всей Многотысячной аудиторией. Это касалось, собственно, самой горой и на самом Севастополе. Поэтому, то, что мы сегодня привезли икону, то есть штука продолжения, той темы, которую мы, которой мы посвятили вообще этот год. Я абсолютно уверен, что вот это мероприятие, оно такое стать финальной, такую жерную точку с 200-летней Победы. И все, как это, талант, который напрямую связан с Георгием Победоносцем, да и с самим крестом. Спасибо. Спасибо.